Можно констатировать, что переговоры прошли достаточно строго, предметно, но вместе с тем в таком духе конструктивном, доброжелательном. И вот в результате, например, на встрече уже президента нашли сложную развязку и возможность по дорожной карте сотрудничества наших таможенных служб. Это непростой был вопрос, потому что вы знаете, что, конечно, большинство карт не привязаны к таможенным вопросам. И они сами по себе согласованы. И стоит задача 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу и белорусскую, и российскую. Надо сказать, что там сотни законодательных актов. Есть такие сложные моменты, как компенсация налогового маневра и сдержек от налогового маневра. Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, сложно будет развязать тот вопрос. Поэтому там сроки несколько сдвинуты, сдвинуты еще на один год. Если уже переходить к предметным вопросам, ну, например, по нефти, вопрос компенсации полной и сдержек от налогового маневра может быть решены с 1 июня 2022 года. Так и договорились. Ну, а понятно, а как жить два года? 20-й, 21-й год и так далее. Поэтому президент и они такую сдачу ставили, дать направление по этим проблемным вопросам, для того, чтобы правительство, конкретные министры отработали эти вот до основных сдачей в течение двух недель, желательно к 20-му числу. По нефти нашли такую достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть не в полном объеме, но это пересмотреть, так сказать, формулы ценообразования на нефть, которые существуют сегодня между нашими НПЗ, это Мозовским НПЗ и Нафтаном с одной стороны, с другой стороны, нефтяными компаниями российскими. Ну, слава богу, здесь вот как бы развязки есть, тоже дает определенные гарантии, что в следующем году наши НПЗ должны пройти как бы безболезненно. Ну, что касается газа, значит, мы обменялись позициями, они во многом, или зачастую, правильно сказать, не совпадали, в конце концов. Мы ставим вопрос о том, что будет, как прожить нам, какая цена газа будет на 20-й год. Сегодня цена газа 127 долларов за тысячу километров. Я убежден, что вот на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить вместе с Алексеем Борисовичем Миллером и, соответственно, с Министерством энергетики, а, возможно, с участием Козака Дмитрия Николаевича, для того, чтобы этот вопрос непростой тоже решить, чтобы четко понимали, какая цена газа будет в нашем представлении, что мы должны поедать по снижающейся траектории. В конце концов, в этом и состоит суть всех этих переговоров сегодняшних. Мы должны создать материальную базу будущего союза государства. А какая-то база, если взять газ, например, у нас на границе газ почти в два раза дороже, чем, например, Смоленская область. А для того, чтобы это было убеждено, что это будет так с 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году. Пусть хотя бы на половину пути. Половину пути это пройдет. Ну, вот так вот прошло, поэтому президенты, еще раз повторяю, поставили четкие и понятные задачи, потому что по некоторым картам и развилки можно так, а можно и так, да. Но они однозначно сказали, вот в этом направлении двигаемся. Ну и нам поручено еще разору, через две недели доложить, как мы нашли эти развязки. Что касается, например, гунификации или не гунификации, правда, единой сельскохозяйственной политики. Вот эти проблемы, которые у нас уже несколько лет, так сказать, мучают, что когда там, как мы считаем, не очень обоснованно закрываются поставки или полностью, или частично мясомолочной продукции. На каждый конкретный момент, вот, например, если неделю взять назад, каждый день, примерно около 60 молокоперерабатывающих предприятий, около 40, значит, мясоперерабатывающих предприятий, 10-12, там, птицоперерабатывающих предприятий, там, или рыбоперерабатывающих, даже до конвейкорма мы нашли того, что так или иначе закрыто предприятие. Поэтому, вот, нашли развязку, что, значит, и, соответственно, президенты дали поручение Минсихоспродам и России, и Белоруссии, чтобы, ну, нашли компромиссный вариант. Вернее, он найден, и он нужно оформить.